Здравствуйте, дорогие друзья, читатели портала «Аргументы и факты в Украине». Сегодня с гостями – Останье Москаль, Москаль Валера, актер сериала «Останье Москаль» Игорь Спривко. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас с нас в гостях. Да, мне тоже очень приятно. Спасибо. Как настроение вообще? Вообще ничего, хорошее. Рад встрече и рад, что я сейчас в Украине. Все очень хорошо. Приятно с ним продавь вас на 5-1. Вы были сегодня гостем таким замечательным. Да, сегодня даже прям как гос-соведущим. Да, с утра так рано вставать. Как они с утра встают все? Слушайте, это же надо было… Да я еще позже приехал, а они там вообще в 5 утра. Как ощущения? Приятные. Вообще очень положительная команда такая. Наверное, там вот этими снеданками и Толи с Мариной, и вообще и выпускающая группа, и режиссерская. Ну, это здорово. Это был ваш первый опыт. Да, вообще первый. Ну, вот так вот вести в прямом эфире. Я же так волновался. Я звоню ночью там режиссеру. Я говорю, что делаю? У меня же весь в зажиме. Как мне быть, что мне делать? Я говорю, не волнуйся. Все будет хорошо. Ну, с дебютом вас. Спасибо. В роли ведущего-соведущего. Ну и самая главная, конечно, тема – это второй сезон «Останьте мускай». Да. Судный день. Как оно возвращаться опять к этой роли? Как работалось? Да, как будто бы, знаете, как будто бы и не заканчивали. Пролетел год, да, когда мы вернулись к съемкам. А, знаете, вот на такой вот, на возвращение в материал понадобилось немного времени. Буквально там два-три съемочных дня и все. И мы уже как-то вошли все в ритм. И начали… И уже очень много схвачено было. Конечно, сложно, потому что новая история, новый сценарий, все новое. Но сама ситуация же тебе уже известна. Ты же как-то ее уже прожил. И потом уже мало того, я смотрел два раза сериал. Мало того, что я смотрел, два раза посмотрел. И поэтому, не знаю, все было вполне… Ничего страшного не было. Ничего страшного. А как вообще, ну, актеры, я не знаю, редко пересматривают свои работы от этого раза? Ну, я смотрел, потому что, во-первых, когда была премьера, я смотрел в Москве в интернете. А потом я сидел, смотрел со своим педагогом по актерскому мастерству. Я решил показать. Вот, я поехал в гости, и мы посмотрели за два дня там, я ездил, посмотрели весь сериал. Да, с ним. Он, кстати, очень-очень положительно отзывался. Спасибо вашим педагогом за субтитры. Да, серьезно, вообще, петербургская школа, он учился в Петербурге, работает в Москве, он оценил так. Супер. Чего ждать зрителям в новом сезоне? Ой, потрясение. Приоткройте немножко занавес. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Да, потому что, ну вообще, вот это на село наши, в Лакивуке, ждут большие потрясения. Потому что там в село приедет отец Валеры, московский бизнесмен Дмитрий, брат дядьки Ивана. И, конечно, жители села не очень рады его приезду. И перед Валерой там встанет выбор, на чью сторону остановиться. На сторону жителей села, к которому уже привык, и село для него стало уже почти родным. Либо на сторону отца. И самое основное, что отцу совершенно не нравится возлюбленная Валера, учительница Ксения, школьная учительница, с которой уже сложились отношения. И вот уже, а в итоге ночью, какой сделать выбор герой, зрители телеканала «День просто один» уже скоро узнают, совсем скоро. Когда же покажут сериал? Когда же приоткроют? Вот-вот весной. Вот-вот весной. В марте, в апреле. А вот тут, вы следите за новостями и следите за анонсами. Потому что 1плюс1ник, по-моему, очень активно рекламирует и ведет такую рекламную кампанию. Я думаю, что скоро все будет известно. Дорогие зрители, ждите, ждите, следите активно. Анонс будет, нас предупредят, когда смотреть. Да-да-да, уже был, но скоро совсем точно все скажу. Такой вопрос от Анастии. Ты выучил уже украинские слова? Ну, конечно, ну, конечно же выучил. Что учить-то, да? Они уже даже в ходу и в обиходе, и я иногда даже когда-то что-то произношу по-украински. Просто действительно, я не говорю по-украински только даже потому, что мне не хочется, ну, как бы коверкать. Да, потому что я могу понимать, я все понимаю, но коверкать мне не хочется, потому что я все равно знаю, что я, ну, как и любой язык, если ты его не знаешь в совершенстве, ты не живешь в этой стране, ты не можешь чисто говорить. Да, но я говорю, значит, зачем? Здесь же понимают по-русски, ну, никто же не противится, говорится на по-русски. Так что я, конечно, знаю какие-то слова и что-то понимаю, но не в совершенстве. То есть было легко в освоении украинской мовы? Ну, украинскую мову, да, потому что меня окружала украинская мова. Ну, и каждый день, каждый день. Каждый день, каждый день. Да, ну, все, партнеры по-украински говорят, вместе в кадре, и в жизни, кто-то говорит по-украински. И вообще ты приходишь в супермаркет, там, в Новусе, и говорят по-украински, и, в смысле, там, какие-то объявления. Все, все вполне, все хорошо. Чудесно. В каких городах Украины побывали, и чем поразили вас Карпаты? Ого. Ну, вот, начнем с Карпат. В Карпатах-то мы были только в том городе. Карпаты. Я скажу, что я просто вот единственный раз в жизни я был в Караха, это были Карпаты. Я не был больше нигде. Невероятный воздух такой, потрясающий. Такой, там так спится хорошо. Мы там жили в отеле, в Карахе, там так хорошо спится. Там такое, удивительно, такие кадры, такие планы, такие виды. Вкусная кухня, там, нас кормили, там, в ресторанах, или просто. Это было так. Там у меня хорошие, у меня отличные воспоминания о Карпатах. У меня только, вот, все, что можно о них сказать прекрасное, как, наверное, лучше гору могут быть только горы. Ну, правда. А города я так вот прям был-был, но кроме Киева я был во Львове, и я был в Одессе. Да, вот мы поехали так вот просто в свободные дни, мы поехали во Львов, и там мы провели, по-моему, три дня, если я ошибаюсь, и три или четыре дня в Одессе. И, конечно, Львов, ну, Львов абсолютно европейский, абсолютно ухоженный и какой-то самобытный, такой очень интересный город. Удивительная архитектура, удивительно то, что он выстроен. Вот у нас такое, в России есть, конечно, Петербург, город, который, ну, когда ты проходишь каждый 10 метров, и каждый 10 метров открываешь рот, потому что все выверенно, все гармонично. Удивительная кухня, удивительные какие-то интересные рестораны. Я ходил в вот эти рестораны, куда нельзя ходить, москалям, там, Крывка, да, там, во все эти удивительные места, такие люди, другие люди, вот, какие-то другие там люди. Мне очень понравился Львов, и он. Вот я говорю, я почему сравнил с Петербургом, потому что для меня это какая-то магия, вот, когда ты приезжаешь в город, и ты чувствуешь, что ты здесь в каком-то пространстве волшебном, вот такое. От детства в этом смысле, конечно, там нужно ехать летом, естественно. Я был, кто-таки, поздней осенью, она замечательная, прекрасная, тоже очень взаимобытная, очень интересная. Она не украинская, не русская, он, этот город не украинский, не русский, он такой, наверное, еврейский город, да, такой удивительный. И тоже люди, которые к нам подходили на улице, просто мы стояли возле памятника Дюку, да, герцогу, и когда Ришелье, да, Дюк Ришелье, и когда просто подошел человек, просто, и начал просто рассказывать про Ришелье. Вот не с того периода, я думал, сам с ним просто заходит человек и начает рассказывать. Я говорю, в своем вообще уме, что он говорит. А потом, я говорю, а вы что, коренной житель Одессы? Он говорит, а я же в этом не виноват. Я говорю, ну все, я понял, куда я попал. Да, конечно, удивительно. В общем, и везде, в каждом городе мы посещали театры. Вообще, я люблю ходить везде в театры, где бы я ни был, и вот Одесская опера меня потрясла. Во-первых, роскошный спектакль, балет был Байдерка, а во-вторых, конечно, это опера, это невероятное здание снаружи, изнутри, такое количество мелочей, такое количество архитектуры, каких-то просто, ну, удивительных решений. Это, конечно, класс. Здорово. А во Львове что смотреть? Во Львове мы ходили тоже в оперу, там был, мы попали на какой-то просто хореографический концерт, я даже не помню, как он назывался. То есть, он был наложен на музыку, по-моему, там, по-моему, бах, если не живой, потому что, ну, как-то, как-то, ну, вот как-то мимо меня почему-то это прошло, не знаю. Такое бывает, не попадает, такое бывает. Ну, тоже удивительно красивый театр, конечно, на Львовском. Другой совершенно. Совершенно другой, да. И вообще, города Львов, Одесса, это все две противоположности. Разнополежные, да, абсолютно. Своим калоритом. Да, но, но они, они тоже, они оба волшебные, конечно. Ну, и там море. В Одессе море. В Одессе люди, в Одессе море. Да. Ах, Одесса, жемчужина по морю. А о Киеве что скажете? Ну, Киев, я уже все-таки здесь два года подряд работал. Это стал такой город для меня уже прям родной. Поэтому, наверное, я уже менее, ну, с меньшим восхищением к нему уже больше как. Ну, как, вот я живу в Москве, я уже там привык ко всему. Конечно, ну, наверное, как любому человеку, который хочет, чтобы... Я очень... Мне очень... Я просто такой эстет, я очень люблю, когда все гармонично, красиво. Конечно, Киеву хочется внимания. Конечно, Киев, ну, прекрасный город, но местами. Ну, согласитесь с вами, потому что Киев хочется прям, знаете, взять это, погладить и защитить, облагородить. Ну, местами, конечно, прекрасный, там, Центр, да, Лавра, и там, Возвижинская, да, если не ошибаюсь. Ну, вот где там очень красивый... Возвиженка. Возвиженка, да, где хорошенькие комплексы жилы, и Андреевский спутник. Ну, очень много красивых мест, роскошные какие-то соборы, и вот София Киевская мы ходил. Ну, очень много, конечно, прекрасного. Но просто хочется как будто это вот умыть, да, потому что все-таки это столица. Извините, что я это говорю, может, я не... Ну, а что-то, ну, честно говоря. Честное мнение, это ваше мнение. Спасибо большое. Что вам говорят в Москве, вы говорили, как оценили работу вашу? Что вообще говорят друзья, знакомые, коллеги? Ну, меня называют москалем, как и здесь, и там тоже. Но там это странно, что я говорю, вы тут все москали, поэтому еще не говорите. Но вообще, ну, например, руководство моего театра, к которому я работаю, там, Армир Григорьевич Разовский, он очень рад, допустим, за меня. Да, он как-то так, он просто подходил и говорит, я очень за тебя рад. И когда выходили какие-то статьи, интервью, присылали же в театр благодарности из Украины, присылали на сайт театра, и это распечатывалось и вывешивалось на сцене театра. Там, как реагировали на это другие, там, артисты, и что-то, это уже вопрос второй. Но то, что Худрук лично подошел и сказал, я хочу, чтобы это висело на сцене театра. И это вот, ну, то есть, очень многие положительно отреагировали, потому что это, ну, это же работа. То есть, важно, как это в итоге получилось. Потому что, когда все посмотрели анонс, конечно, там, начали звонить разные российские СМИ, и начали мне и мои говорить, что сошел с ума, что вообще ты делаешь. А когда вышел сериал, вышел фильм, что? Какие вопросы? Вопросы есть, вопросов нет. Ничего обидного. Все, все, ну, опять, все, что мне первое, что говорят. Знаешь, мы посмотрели, мы посмотрели, я говорю, ну, что? Ой, как красиво. Ой, какие красивые виды. Ой, какой колорит. Ой, как ярко, как краска, как смешно. Никто ведь на самом, по сути, никто не хочет ругаться. Никто. Вот я кого знаю, ну, с адекватных людей. Кто хочет ругаться? Ну, наверное, какие-то ненормальные, в моем окружении ненормальных нет. Так что, все, слава богу, хорошо. Как родные оценили работу? Они вообще рады, они же все там, они же у меня все, корни украинские. Да, мы все рады очень, посмотрели, все ждут с нетерпения второй части. Я никому ничего не рассказываю. Ну, так, мама с папой что-то знают, но и то. Мама с папой знают информацию, инсайдеров. Да, что-то маму с папой знают, но так. Хорошо, следующий вопрос. Укрытие о ваших увлечениях. Чем увлекаетесь? Ну, я вот сейчас, например, подсел, скажем, на занятие йогой. Да, я для себя это открыл, я давно хотел. И сейчас опять вот я пропускаю занятие, но очень-очень меня это так увлекает. Это такое, это что-то, ну, это такое, это здорово, это здорово, потому что ты увлекаешься не просто там игрой, игрой, не знаю, хотя игра там в теннис, в футбол тоже прекрасно, но это такое успокоение. Это так хорошо, это так вот от ритма этого современного, да, отстраняет, так сразу чудесно жить после этого. Вот йога, ну, хожу, хожу в спортзал, не могу сказать, что я прям такой серьезный спортсмен, и что мне, конечно, еще очень-очень надо работать много, но вот это увлекает. Ну, и люблю куда-то съездить, мне нравишься, да, когда есть время, возможность, очень люблю сменить обстановку, ну, даже просто за город уехать. Это больше активного, да, или больше такой ответ, что это, по-разному, так, напечатать, что на улице? Посмотреть. Посмотреть? Да. Походить, посмотреть? Да, мне вот очень интересно посмотреть. Мне вообще интересно, как живут другие люди, даже вот в одной стране находиться, в разных городах живут по-разному. Всех свои устои, свои обычаи, это просто интересно. Потому что для артиста интересно звучит, просто почувствовать. Ну, да, почувствовать, просто всякое же бывает, всякое же приходится играть. Что-то берешь, потом я, например, в одном спектакле, я вот взял, ну, будем говорить, ну, не образ, но характерность, я вот одного взял, вот такого человека, с моей родины, с их зрения, да, конкретного. Ну, не то, что конкретно, там есть просто количество людей, которые вот так себя вот ведут местные, разговоры. Специфика своего города? Специфика города, да. Вот я, допустим, просто прям вот это взял, ну, никто не знает, где это взял, какая разница. Ну, взяли, взял. Даже хорошо, это сработало? Да. А, я немножко от вопроса, конечно, ушел, от увлечений. Ну, я так, я вообще увлекаюсь всем, не знаю, я увлекающийся, чем увлеки, только не азартными играми. Во все увлекаюсь. А как увлеклись от йоги, к чему, как вы пришли к йоге? Знаете, как-то так накипело, на борьбе. Или кто-то подвел? Ну, я вообще, у меня очень много, очень давно и очень много знакомых, давно я общаюсь с людьми, которые занимаются йогой. Там, вот, мы лечащие врачи, я хожу, там, лечу спину, там, периодически иногда. У меня там была травма. Вот, и они все, все, все меня как-то постепенно, они не уговаривали. Просто я вижу образ жизни человека, да, я вижу, что вот человек, который этим занимается, как-то по-другому живет, как-то по-другому все воспринимает, как-то намного успокоеннее. Ну, то есть, я же не говорю, что нужно вообще быть там амёвой, и вообще на все наплевать. Нет, просто каким-то ситуациям нужно просто спокойно относиться, сдержаннее. А я же, нет, я же, прям, меня же, бывает, так трясет, я же, прям, дар речи теряю иногда, что, когда я из себя выхожу, а это все помогает так. Я бы сказал, что йога, мне кажется, делает, вот, я впервые сейчас это скажу, но мне сейчас эта мысль просто пришла, делать женщин женщинами, а мужчин мужчинами. Она возвращает к себе, она как-то, потому что мы склонны уходить, то есть, быть, может быть, взбалмышленными, быть, там, несерьезными. Как-то такое вот успокоение, ты просто, ты ничего не делаешь лишнего, ты просто выполняешь упражнение, которое тебя постепенно приводит к тому, чтобы ты мог слышать себя. Хочу ли я этого, не хочу ли я этого. Как завернули-то. Говорят, что современная молодежь не читает, однако для актера это совсем неприемлемо. Расскажи, а что читаешь ты? Ну, вообще, на самом деле, сейчас действительно не очень читающие люди, не только молодежь, на самом деле. Просто сейчас такое замещение же произошло в интернете, в кино. Но я могу сказать честно, я, наверное, в сравнении со своими какими-то там взрослыми друзьями тоже могу. Ну, потому что там очень много людей читают. Я тоже, конечно, не могу сказать, что я просто буквоед, но я читаю, конечно, потому что это необходимо артисту читать. И вот сегодня мы на снеданке об этом, кстати, говорили, что наш мастер говорит, что каждое лето надо прочесть хотя бы один роман. Ну, один роман просто, может, небольшой. И я читаю, я классику пытаюсь охватить. Это же, ну, на самом деле, ну, это же, ну, какой объем. Ну, на самом деле, да. Вот если попробовать хотя бы десятую часть прочесть, это, ну, это невероятно. А потом, когда читаешь, у тебя как-то мысли по-другому начинаешь, у тебя как-то какие-то даже отзываются чувства какие-то по-другому. То, что ты не знаешь в жизни, это можно в книжке найти, даже какой-то ответ на вопрос. Я недавно вот перечитывал в связи с премьерой спектакля Анны Карениной, я перечитывал Толстого. И буквально вот летел в Киев, и опять взял с тобой второй томик, потому что мне нужно было финал там перечитать. Когда мы его там третий раз перечитывал, я думал, боже мой, боже мой, как это мог один человек вот это написать вообще? Ну, это же сумасшедший дом. Вот. Люблю разную литературу и люблю дневники артистов известных, там, Ролана Быкова, там, Николь, Деснук, Носкова, Ольга Яковлева, там, разные, там, Неронов. Люблю какую-то зарубежную литературу, там, Брэдбери, Ромен Гори. Вот. То есть разноплановые вообще? Ну, разные, да. Ну, честно, я не могу сказать, что я там в сравнении с кем-то, что я прям читающий-читающий. Честно, нет. Вот. Не знаю почему. Хорошо, может, посмотрите сериалы всякие-то новомодные? Давно я ничего не смотрел. Давно. Вот я, я как-то, я прикасался как-то там каким-то таким самым-самым известным телеалам. То есть там, мне говорят, ты что не смотрел настоящий детектив с Маконахи? Я говорю, боже, ну, боже, сейчас я посмотрю, хорошо, я посмотрел. Ты что не смотрел, я говорю, Престолов? О-о-о-о, ты не жил жизнью. Пять сезонов. Пять сезонов, конечно, я не выдержал. Я, в ответ, говорю, ты что не смотрел остальные Маскаль? О-о-о, как ты мог не смотреть? Ну, так. Ну, что-то смотрю какие-то, там наши российские сейчас выходили, очень интересные работы, там, метод вышел очень интересный. Ну, что-то смотрю. Ну, конечно, вот, честно говоря, вот, охватить бы, опять же, материал, вот, от снятого кино бы еще, ну, классики бы охватить. Что-то говорить про сериалы. Да, тут фильмов смотреть, не пересмотреть. Вы театральный актер, какие роли в театре сейчас играете? У меня, ну, вот, Вронского я выпустил, Ваня Карениной. Ну, такая специфическая обстановка, интересная очень. Вронский, детский мюзикл Емеля, играю Емелю. Я играю в спектакле, очень такой, взрослый спектакль, который Маргарина очень поставил. Я еще работаю в БТТ, вот, основной, он называется «Бедная Лиза» по Карамзину, там есть мужская роль главная, и раз, барин. Твой играю. В известнейшем мюзикле «История лошади» играю Милова, такой императорский конь. А все кони. Ну, люди кони, такое интересное решение. Играю в… Ну, у меня есть название. Ну, вот, наверное, любимые мои такие вот. Ну, «Кандид» в «Кандиде», «Емеля» в «Емеля», «Кандиде», «Кандид». Ну, какие-то есть у меня еще интересные какие-то работы. Ну, просто вот последние у меня такое вот. Как-то так получается, что я сейчас чаще всего, вот, у меня в «Ронске» и «Емеля» так получается по репертуару. Это немножко какая-то альтернативная такая версия на карьере? Да, она совсем другая, потому что это взяты лекции на Бокова, Владимира, да, по русской литературе, которую он читал в Куренуэльском университете в Штатах для американских студентов. И эти лекции для современной публики, наверное, нужны, потому что, ну, во-первых, не все читали роман, естественно, но вообще, чтобы его осилить, не каждый осилит вообще Анну Каренину. И эти лекции помогают немного понять то, что хотел сказать Толстой. То есть на сцене есть лектор, который прямо из сцены в сцену переходит, сцены объединяет, такой, как повествователь, да, и сцены. Основные сцены Анны Карениной, естественно, все любовные линии Вронского Анны, Долли и Стива Облонских, Левина, да, и Китти Щербатской, значит, ну, и какие-то такие знаки. Да, там самые основные, естественно, треугольные, Каренин, Вронский, Анна, эта история. Я считаю, что довольно интересная, любопытная история. Конечно, это не просто играть, потому что это все-таки не, ну, непоследовательно все идет, потому что это такая лекция, и там как кино, и встатки сцен, и они не всегда, ну, как вы идут в хронологии, да, и поэтому это так перестраиваться сложно. Вот, ну, это так, по-моему, это интересно. Ну, зритель принимает. Интересно ему посмотреть на это вот, может быть, где-то он знает. Ну, видео, конечно же, в интернете, я думаю, еще нет. Его и не снимают, потому что он только вышел недавно, буквально, в осенью. Много спрашивают, узнают ли Москаля в Европе? Да, конечно, я же рассказывал, нет? Я рассказывал, что в Барселоне... Нам еще не рассказывали. Не рассказывали. Ну, во-первых, прям в море один раз узнали, в Средиземном. Прямо в море. Там, Москаль. Ты почему не покупал? Значит, потом иду, значит, я покупаю... В ночном клубе узнавали в Барселоне. Значит, а иду я, вот история, в Барселоне, покупаю перед отъездом, потому что нужно было купить, сувениры, там, хамон. Всякое такое. И, значит, вдруг охранник в магазине, значит, я попросил помощи, а он, значит, остолбенел, такой стоит. Да ты же Москаль. О, ша, давай фоткаться, я же покажу, все, 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 все. Думаю, ну, все. В итоге хамон я не купил. Куча селфи, куча фото. Куча селфи, да. Вот недавно в Майами, тоже в ночном клубе, мы стояли просто... И подходит молодой человек просто за разговором, и вдруг он понимает, и он меняется три раза в лице. Начал глаза, сюда челюсть, сюда. Он, а как это, почему, в смысле, как это произошло? Я говорю, спокойно. Как это произошло? Оказывается, украинец, давно живущий в Америке, и вот смотрел фильм. Да, очень бывают такие, даже не ожидаешь, он уж на другом континенте-то откуда. Вот, да, да-да-да, так было. Супер. Этой осень на съемочной площадке у вас стояла фан-встреча с самыми верными поклонниками сериала. Слушайте, как все прошло. Очень душевно, так было хорошо. Вообще, я так благодарен организации, что это пиар-служба организовала канал 1+,1. Потому что это было очень душевно, потому что они все приехали, там, подарки, рисунки, значит, накрыли стол с этой прекрасной украинской кухней карпатской. И всех угощали, и я там с ними угощал. Это была первая моя встреча в жизни. И это, они настолько тепло приняли, такие вопросы создавали, столько фотографий, столько всего. И такие ребята, в общем, разных возрастов. Ну, такие, ну, в основном это были уже так ближе к, уже не просто, не дети уже все-таки, такие подростки, юноши, девушки молодые. И даже, там, родители приехали чьи-то, да. И мы прогулялись по хатам, дядьке Ивану зашли туда, зашли, значит, под невидим. Ну, мы не могли идти далеко, потому что там съемочный процесс шел. Но, в общем, основные такие знаковые места я им показал, рассказал, они задавали вопросы. Они отгадывали, значит, какие-то, госпожа, что было здесь, они отгадывают, что было здесь. Такие, они все знают. Они знают больше, чем я, по-моему. Я уж что-то уже не помню. Слушай, такие, годы. Они все. Да, да, вот тут была, тут была, тут была, тут была, тут была, тут ты пристрелил штабка. Я говорю, о, как это, ну, здорово. Это было очень приятно. Я думаю, что ребятам тоже было приятно. Судя по тому, какие они уезжали. Мне даже стало, на секундочку, грустно. Уезжали, мои маленькие. Слушай, приятно иметь фан-группу. Да, я не могу сказать, что это, как бы, ну, это приятно, но это не... Я думаю, что нужно на этом заострить внимание, потому что, ну, как бы, главное, чтобы потом... Понимаете, когда будешь думать о фан-группе, забудешь уже, о работе, о работе забудешь. Поэтому надо работать, чтобы фан-группа была довольна. Вот, а вообще, конечно, приятно. Это всегда приятно. Я не верю артистам, которые говорят, что я, значит, пришел в эту профессию ради искусства, ради всего. Не верю. Не бывает такого. Все, все любят внимание. Все любят, когда им говорят приятные слова, когда о них говорят, о них спрашивают. Ну, естественно, конечно, кому это не приятно. Ну, когда вы перерас узнали на улице, какое было ощущение? Я бы краснел. Вообще, во Львове, там, в Киеве, в этом смысле, как-то проще, ну, как-то спокойнее. А во Львове что происходило? Там были экскурсии с детьми и подростками по Львову. Я не мог с ратуши спуститься минут сорок. Мы поднялись на ратушу, чтобы смотреть на вид. И вот, значит, я стою, и поднимается какая-то экскурсия. Фотография с фоткой. Только я иду к выходу, вторая группа поднимается. Фото, значит. Я уже пока спускался с ратуши, одна девчонка чуть не упала вообще с лестницы. Она когда увидела, она побежала за мной, догнали, догнали всей группой возле лестницы с фотографией. И так вот, и мы шли по улице каждый 20 метров. Это, конечно, это приятно. Но когда ты понимаешь, что ты не можешь посмотреть город уже, вот, ну, все равно приятно. Это, ну, лукавить не буду. То есть грим не надо, выкладываешь все-таки в город. А зачем? Ну, чтобы не узнавали. А, значит, бороду клеить, шляпу надевать. Не, ну, я думаю, что это все часть профессии такая. Приятная часть профессии. Да. Если только не кидаются в тебя помидорами. Я могу рассказать, может быть, девушка, которая это писала, сейчас смотрит нас, она мне однажды написала ВКонтакте. А если ты не добавишь меня в друзья, я съем своего кота. Ну, это угроза, конечно. Я не написал приятного аппетита. Да, потому что, ну, разные, на самом деле, бывают разные. Пишут по-всякому. Пишут иногда и такие грубые вещи, но меньше. Редко. В основном, конечно, какие-то, ну, приятные вещи. Приятные вещи. В сериале звучит много украинских песен. Какие песни вы читали? Ну, как много. Ну, да, там, в основном, там же пела Ксения вот эту песню. Вообще, у меня запала вот эта песня. Потому что там сцена так мне нравится, когда там Ксения вливает цветы, Валера к ней подходит, она поет. Ой, уж не в аму саду, там соловейку с чебетом. Ну, да, да. Вообще, очень красивая песня. Ну, многие, я не могу сказать, что я там уже очень много был, и чем... Ну, украинские песни и до того, как я снимался здесь, любил всегда послушать. Мне кажется, все любят украинские песни. Ну, кто их не любит, они такие красивые, такие, ну, так звучат, мелодичные, да. У него-то такая близкая к моей семье, ну, так мне говорит, тетя моя, она вот в Москве, она очень любит украинские песни. Он мне даже подарил сборник после премьеры, старый сборник нот, нот и украинских песен. У меня дома лежит, да. Ну, мне не на чем все воспроизводить, но когда-нибудь, может быть, можно будет зато что-то сделать, сыграть. Да, он такой толстый лежит сборник. Такой, не новый уже. У нее был дома, у москвички. Поэтому, сами понимаете, что украинские песни любят все. Вне зависимости от того, кто это. Инна Ярослава спрашивает, какие у тебя веселые, смешные истории со съемок сериала «Останин»? Какого сезона? Ну, вообще? Можно второго, конечно же. Ну, давайте, если ты из первого слов. Ну, давайте, если первый. Сейчас. Когда, знаете, когда ты не готовишься, а потом резко спрашиваешь, что ты даже не вспомнишь. Но вот у нас была история, насколько я вам смешно знаю, мы поднялись на вершину горы в Карпатах, снимать там буквально один кадр. И мы поехали маленькой группой. И я, Семен Горов. С днем рождения, Семен. В любом случае. У Семена Горов с днем рождения нашего режиссера. Друзья, я себя. Да, поздравляю. И как раз я фотографию выложил у нас в Инстаграм и социальные сети сегодня оттуда, с горы. И когда мы проезжали там вверх, вот по этому серпантину, валили лес. И мы ехали в маленькую группу, оператор, осветитель, звукорежиссер, режиссер и я. И на двух машинах. И, значит, нас сказали, ну, сколько вам нужно времени? Мы говорим, ну, там, полчаса мы справимся. И все, мы наснимались, нафотографировались, наделали селфи, напрыгались, подышали воздухом. И поехали обратно вниз, потому что внизу я ждала большая съемочная группа, мы снимали дальше. И вот сейчас спускаемся мы по серпантину, а дорога завалена, мы не собрусь, скажем, что там 15-20 метровыми деревьями. Огромными. Просто они так вот лежат, и мы понимаем, что мы заизолированы просто. И нам еще ехать очень далеко, а наши две машины встали, и все. Такие, ну, такие, вездеходы такие. И мы стоим, и как бы... А я, это будет буквально, например, четвертый съемочный день. Я здесь в Украине, в Карпатах, на Западной Украине, где говорят, что москалей ненавидят. Я, значит, стою, думаю, боже мой, все. Меня сейчас в этом лесу накормят мухоморами, убьют, зароют, и все. Я говорю, что вам делать? Я, значит, телефон не ловит, естественно. Ой, ужас был какой. Мы перелезли через эти огромные деревья, сами перепачкали все. Сели и ждали подмогу. Пока приедет подмога, интересно, какое-то время приехали за нами машины, такие грузовые. Мы сели в прицеп, и в прицепе ехали, потому что условия были, конечно... В других условиях никакая машина не доедет просто туда. И когда мы приехали, там группа нас уже потеряла, потому что мы задержались на серьезное количество времени. Вообще было много удивительных историй каких-то и с животными, которые постоянно жили своей жизнью. Когда мы снимали момент, когда уже финал фильма, когда российские бандиты там нас захватили, там, значит, сарай закрыли, а мы выходим с каким-то военным оружием и, значит, стреляем. Естественно, там была пиротехника специальная, которая сделала взрывы эти небольшие, а за забором стояла лошадь с прицепом, и там сидел герой Назар Заднепровского Штевко. Кто же знал, как лошадь отреагирует на взрывы? Никто же не знал. Артист, сидящий на телеге, тоже не знал. И, значит, когда мы выходим, имитируем взрывы, а там взрываются, значит, пиротехнические такие штуки, как он, Назар, выжил, потому что лошадь с этой телегой так ломанулась вперед, а она иначе не поскакала. Мы все в панике. Господи, там, с артистом, там, погиб, ну, все. Я думаю, что там погиб просто, потому что такой был ужас. Он стоит нормально, все хорошо, лошадь успокоили, вернули, потом просто... Ну, курьезов было таких смешных много, потому что снимали комедию, сами понимаете. Ну, и многое что придумали мы на ходу. То есть много феи придумано вот тут вот тут же, тут же создавали. Варим все. Ну, вот кажется, что... Ой, давай так будет круто. Давай, да. Согласовали с автором, все, на, поделали. Ну, был хороший момент. Круто. И, наверное, на уставок. Скоро 8 марта. Что Вы пожелали украинским зрительницам? Дорогие девушки, женщины, бабушки, мамы, сестры, жены. Ну, просто любимые зрительницы. Это Ваш день. И в этот день мне бы хотелось, чтобы Вы чувствовали себя по-настоящему женщинами, защищенными. не таки как эти мужики, которые тянут на себе, знаешь, за всех ношу, а вот именно такими нежными, беззащитными женщинами, да. И я Вам хочу пожелать, чтобы у Вас такое было не только 8 марта, но и каждый день. чтобы каждый день Вы чувствовали себя, ну, чуть-чуть слабыми, чтобы Вы могли покапризничать, чтобы Вам за это ничего не было. Вот. Вы украшаете нашу жизнь, и я Вам желаю большой любви, будьте все здоровы, и, конечно, верьте в лучшее, потому что мечты сбываются. Ну, естественно, смотрите, один плюс один и наш прекрасный Останье Москаль. Спасибо большое. Нагнаем к нас в гостях был Игорь Спитко, Останье Москаль. До свидания всем. Спасибо. До свидания. До свидания.